Иисус Итак, Иисус родился, уже успел пережить бегство, вернулся, вернулся опять туда, куда, откуда, в общем-то, происходят его родители из Назарета. И мне бы хотелось обратить ваше внимание на одну особенность толкования еврейского текста и здесь, и в дальнейшем. В иудаизме или в библейском иудаизме или в еврействе не существует того, что на сегодня называется систематическим богословием. Более того, для евреев это оксюмарон, то есть слово систематическое и слово богословие, они противоречат друг другу. Если мы хотим говорить о Боге, то мы не можем говорить о системе. Если мы говорим о системе в человеческом понимании этого слова, мы не можем говорить о Боге, потому что Бог всегда выше любой системы. Поэтому в иудаизме есть все, что угодно, кроме систематического богословия. Для меня представляется иной раз странным, как христианство, будучи по своей сути библейским иудаизмом времен Иисуса и пост его смерти, превратилась в выхолощенную, схоластическую, если хотите, науку о систематизации качеств Господа Бога и о том, что они должны значить в нашей жизни. Это нонсенс абсолютный с еврейской точки зрения. Если мне кажется, сегодня бы Иисусу предложили доктрину, любую систематическое богословие о его жизни, по своей доброте он бы просто рассмеялся. Я так думаю. Но вот в иудаизме существовали определенные методы, которыми толковали Писание. И они сходились вокруг слова, которое называется пардес. Пардес или, отсюда, кстати, происходит английское слово парадайз или парадисо в испанском языке. И это слово, которое обозначает в Персии, обозначало некий внутренний сад. Евреи взяли это слово как бы за схематическую основу методов толкования Писания. Почему мы об этом говорим? Потому что мы очень часто используем мидроши для толкования. И мы хотим доказать правомощность этого. И так слово парадес состоит из четырех букв на еврейце. И, конечно, сюрприз для многих нету гласных. Поэтому оно должно состоять из четырех букв. П по-русски, Р, Д и С. Пардес. Внутренний сад. И имеются четыре степени толкования Писания. Первое, это так называемое П или Пшат. Самое простое, доступное толкование того, что написано. И логика или методы толкования Писания говорят, если нету никаких других указаний на невозможность буквального толкования, вы должны читать это место так, как оно написано. Если, например, говорится, что Мария родила сына, и у Иисуса были братья и сестры, то у Иисуса действительно были братья и сестры, и Мария действительно родила сына, так как рожают все другие женщины. Вы должны применять этот метод прямого и буквального толкования до того момента, пока нету возможности толковать прямо и буквально. Второе, это Р, или на иврите Реш. Ремез, так называемый намек. То есть, если нет возможности буквального толкования, мы переходим к другой степени. Но только в том случае, если нет буквальной возможности толковать, так называемую намеку. Текст содержит в себе некие уступки небуквальному толкованию, когда здесь и там можно видеть намеки на будущее исполнение или аллегорическое, лишь намеки данного обетования, но еще раз хочу подчеркнуть, только в том случае, если нет возможности толковать буквально. И только в дальнейшем переходит в следующую степень, так называемый драж или свободное толкование, или проповедь, или гомелитический метод, когда очень часто мы используем те или другие места писания для того, чтобы объяснить какую-то идею, еще раз, через простое толкование, через намек, через драж. И самое последнее, буква самых, это сот, некое таинство, или мистическое понимание, или толкование, то есть все эти методы толкования и образуют тот парадез или парадайз, тот райский сад для толкования святого слова. Именно в этом контексте мы используем мидраши, как возможные методы толкования при условии, что у нас нет возможности толковать буквально. Итак, когда мы понимаем, что Иисус приезжает, приходит вместе со своими родителями обратно в землю Израиля, написано, что он, мы читаем у Луки, возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Благодать Божья была на нем совершенно очевидна и понятна, потому что Бог источник благодати, поэтому он не может не быть под самим собой, под своей собственной благодатью. С этим кусочком все понятно. Что нам непонятно, каким образом младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудростью. Тут и серьезная проблема. Когда мы говорим о ком-то, что он растет, даже физически, мы должны предположить, что вчера он был слабее, чем сегодня. Или сегодня он умнее, чем вчера. Если это правомочно сказать о человеке, то это абсолютно невозможно сказать о Боге. Ибо если Бог сегодня мудрее, чем вчера, то вчера он глупее, чем сегодня. А поскольку Бог по определению есть абсолют, то подобный подход к нему не применим. Поэтому этот стих очень часто вводит в недоумение людей, привыкших к спиритуализации, в отличие от Духотворения, спиритуализации истин, записанных в Писании. Почему-то все предполагают, что родившийся Иисус был мудр, умен, начитан и научен в Слове Божьем точно так же, как когда ему было 12 лет при приходе в храм или гораздо позднее. Дорогие мои, это совершенно не так. Мы просто забываем еще раз и еще раз, что Иисус в своей земной жизни на 100% Бог, но и на 100% человек. Вот эта вот ненужная спиритуализация или одухотворение Иисуса, или перекос в сторону его божественной сущности, в ущерб его человеческой сущности, по сути своей ересь не менее опасная, чем ересь арианская, когда в свое время защитники этой ереси говорили о том, что Иисус есть всего лишь человек, но не Бог. Утверждение, что Иисус Бог, но не человек, есть по своей сути ересь не меньшая и не менее вредная, чем ересь, о которой мы с вами сейчас говорили. Ибо она устраняет из жизни Иисуса весь предмет освящения и научения, как мы должны жить, выхолощивая его до духа, витающего в пустыне или над облаками, но никогда не имеющего отношения к нашей жизни. Да, Иисус действительно рос. Да, Иисус действительно учился в еврейской школе. Да, Он действительно приносил домой ответки. Да, Он на самом деле на следующий день был лучше и умнее, чем Он был вчера. У меня даже есть подозрение, что Иисус бегал вместе со своими сверстниками. Наверное, не играл в футбол, но, наверное, все те игры. Наверное, Мария, которая звала его вместе со всеми детьми. Знаете, я инорстью дадаю себе вопрос. Каково было быть братом Иисуса или сестрой? Вот дома такой замечательный отличник, пример во всех делах. Для меня неудивительно, что вот очень часто нам приводятся вот эти вот как бы параллели. В свое время Иосиф тоже был предметом зависти и злости в конечном итоге со своих родных братьев. Потому что он был лучше. Быть лучшим всегда плохо. Люди не любят лучших, потому что это делает их худшими. Вот было бы наоборот. Если бы каждый смотрел на себя и сравнивал с Богом, а не друг с другом, меньше бы грешили. И, наверное, меньше зла было бы в этом мире. Но Иисус, как говорит Писание, возрастал и укреплялся духом, исполняясь при мудрости. То есть, при мудрости его росла. Что это значит? Любой еврейский ребенок, когда он наконец-то умел читать, а их учили читать буквально с трехлетнего возраста, его отдавали в соответствующую школу, где он изучал Тору, потом изучал устную традицию. И у нас нет ни малейших оснований считать, что Иисус не ходил в такую школу. Естественно, что он ходил. Естественно, что он должен был осваивать профессию своего отца Иосифа Плотника, потому что он жил в доме Иосифа Плотника. И так продолжалось во все дни его жизни, уж по крайней мере, до 12-летнего возраста, когда Господь Бог, приведя его в Иерусалим вместе с родителями, указал ему на его дальнейшее предназначение. Но, может быть, для лучшего понимания ситуации нам надо обратиться к, как я говорю, Евангелию от Исаии. Ну, любая книга Писания есть и Евангелие. Книги пророка Исаия, 50-я глава, я прочитаю стихи с 4 по 9. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает и пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, и не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои, поражающим лица моего не закрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок, оправдывающий меня, кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня. Вот все они, как одежда, обветшают и моль съест их. Обратите внимание, что это очевидное же пророчество о Мессии, но именно здесь, в этом пророчестве, Он еще раз говорит, Господь пробуждает меня, научает меня, чтобы я слушал и был подобен другим учащимся. Даже для нашего Господа Бога, Иисуса, не зазорно было учиться. Учение свет, если это учение к праведности. Водимые духом всегда сверяют свои поступки с Библией, дабы знать, каким духом они на самом деле вводятся. Поэтому, знаете, мы все с вами родом, даже если не физически, из той страны, которая в свое время провозгласила лозунг учиться, учиться, еще раз учиться, как, если я не ошибаюсь, говорил великий Ленин. Он наверняка не был таким великим, и уж, конечно же, не таким великим, как наш Господь. Бог, который заповедал это гораздо раньше Владимира Ильича Ленина, Михаила Сергеевича Горбатева, или даже Владимира Владимировича Путина. Учиться – это привилегия верующего человека. Учиться – это благословение, которое Господь Бог дает всем нам и заповедует на своем собственном примере. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинари». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова